Страна готовится к местным выборам. Голосование уже в это воскресенье. Гонка в разгаре. Кандидаты с головой ушли в агитацию, а избиратели, похоже, определились с приоритетами. Проведенный соцопрос показал, что на передний план большой украинской политики опять выходит Юлия Тимошенко. В ее партии по популярности догоняет блок Петра Порошенко. А вот для сторонников премьера настали не лучшие времена. Рейтинг Народного фронта Яценюка опустился до 1%. Впрочем, есть и те, кто в аутсайдерах может оказаться по неволе. Репортаж Ольги Князевой. Мариуполь. Начало последней предвыборной недели. Эпицентр конфликта. Типография, в которой печатаются бюллетени для голосования. Эти люди называют себя мирными протестующими. К утру здание типографии захвачено. Все выходы заблокированы. У дверей дежурят боевики, запрещенные в России организации «Правый сектор». Они заявляют, члены избирательной комиссии, бывшие регионалы якобы напечатали больше бюллетеней, чем положено. Владелец типографии все обвинения в свой адрес отрицают. Представители тех партий, Радикальный, Батьковщина, они специально не дали нам сюда своих наблюдателей, только для того, чтобы у них потом были основания обвинять нас в каких-то фальсификациях. Почти каждое заседание избиркома в Мариуполе похоже на кадры из плохого боевика. Вот несколько молодых людей пытаются прорваться в помещение, где проходит заседание. Милиция! По пути нападают на кандидата от оппозиционного блока Сергея Магеру. Толкают, заставляют вставать на колени. Меня одержали с одной стороны вот так. Тащили за коротку, с другой стороны тут же били в лицо. Вот почему это русские ногами. Провокации вокруг партии, оппозиционный блок и ее отдельных представителей – главный тренд украинской предвыборной кампании. Вот и кандидату в облсовет Харькова, бывшему губернатору области Михаилу Добкину отказано в регистрации. Достаточно посмотреть на географию таких скандалов и отказов. Говорят в партии, чтобы стала ясна причина. Неудобные для власти высокие рейтинги оппозиционеров в определенных регионах. Сегодня власть пошла еще дальше. Она решила сорвать выборы в Мариуполе, крупнейшем населенном пункте той части Донбасса, которая контролируется украинским государством. Сорвать выборы для того, чтобы избежать очевидной картины – тотального недоверия к политике нынешней власти среди рабочих Мариуполя и Донбасса. Кажется, никогда еще местные выборы не сопровождались такими масштабными обещаниями. По сути, кандидаты обещают то, что не могут выполнить снижение коммунальных тарифов и контрактную армию. А то, что все это вне компетенции местных органов власти – дело второе. Главное – попасть в настроение населения. По мнению политологов, кандидаты даже толком не знают специфику городов, в которых избираются. Нам предлагают мозги контракта, немобилизация. Нам предлагают сохранить страну. Ну, собственно, вот этот ЧОС, то, что я говорил, землю крестьянам, воду матросам, он чему призван? Увести людей от неприятных вопросов. От того, что партии, которые идут на местные выборы, как раз в плане повестки дня местных выборов, ничего людям предложить не могут. Зато могут предложить скандалы и провокации. После захвата типографии радикалами оппозиционеры в официальном обращении задали президенту вопрос, почему власть не пресекает подобные акции. И напомнили Порошенко его же слова – воля избирателей для меня закон. Но, видимо, говорят эксперты, только воля правильных избирателей.